Всем привет! С вами Надежда на моем канале Страничка Надежды. Я рада, что вы ко мне зашли в гости. Я вам сегодня расскажу, покажу, чем занималась. Занималась я мелкими, но важными для меня делами. Сейчас я еду в магазин, в строительный, мне кое-что там надо. Краску, вот что мне надо для моего будущего проекта, которую я вам в будущем покажу. Выбрала я вот такую вот краску для уличных дел, для заборов, для дерева уличного. Большая, вот такой тяжеленный бочонок. Также взяла семена лаванды, тоже пригодятся, думаю. Смотрите, какая классная кисточка, широченная, огроменная. Но стоит 7 фунтов, я взяла 2 по 1 фунту. Я все-таки не маляр, мне только для одного проекта, так сказать, кисточки нужны. Также беру уголки. В этом строительном магазине все очень дешево, потому что здесь закупаются, так сказать, строители. Он такой даже не магазин больше, а склад, где всякие строиматериалы, и вот нужно иметь как бы карточку их клуба для того, чтобы здесь покупать. Также беру насадку для шлифования дерева. Не знаю, правильно я взяла, неправильно. Напишите, кто знает в комментариях. Если мужчины есть, которые понимают в этом, напишите. Выбрала, в общем, я насадку такую на дрель. Не стала брать целый прибор шлифовочный. Ну, потому что мелкое, так сказать, дело у меня. Не стала специально для этого прибор брать. Смотрите, какую классную грядку нашла. 26 фунтов стоит. Это приблизительно 260 рублей российских. Вот такая вот она уже собранная. Просто показано, как она собрана. Уже дерево обработано. Видите, немножко зеленоватая. Она вот в собранном виде продается. То есть ее можно на машине привезти. По-моему, ширина у нее метр, а длина метр восемьдесят. Вот такая грядка уже готовая. Мне в следующем году понадобится она. Вот такая красивая вещь есть. Да, колодец в Англии не вырыть. Только вот взять, если такой в магазине искусственный, для цветов, для чего-то настоящий. Не в этой стране, скажем так. Не в этой стране. В этой стране нельзя копать колодцы. Так, дальше. Мне нужно от слезняков. Возьму вот такую вот насыпушку. От слезняков и улиток. Так, чтобы они зимой не буйствовали. Они зимой тоже хорошо живут. В сфагну. Мох сфагну. Вот когда мне нужно было. Не знала, где купить. А тут вот пакет целый. Пять фунтов всего лишь стоит. Мне для орхидеи нужно было. Вот когда нужно было, я никак не могла найти. Может взять впрок, так сказать. Не, не буду деньги тратить. Они мне еще понадобятся. Смотрите, какие классные крючки. Мне пришла идея взять их с собой на хутор туда, вкрутить в балку, не знаю, в дерево куда-то использовать. Может быть, для подвешивания кастрюль, сковородок, не знаю, веников, пакетиков, чего угодно. Ну вот я не взяла крючки. Не знаю. Может быть, в России, я думаю, тоже есть такие крючки. Хорошего качества такой вот крючочек. Долго я их теребила в руках, но не взяла. Не знаю. Может быть, зря. Может, надо вернуться, да взять эти крючки. Посмотрим. Впереди такая вот церковь англиканская, начала прошлого века, 1900-х годов, постройки. Красивое здание, которое уже больше даже не церковь. Хотя там службы идут. Здание красивое, но церкви уже фактически нет. Мы отправились, я отправилась на свой дальний участок собрать урожай. Вот так вот у меня проросло все сквозь картон. Все-таки черный материал хорошо помогает. А картон через картон все прорастает. Я от участка этого отказалась. Да, к сожалению или к счастью. Я думаю, что к счастью. Потому что у меня впереди серьезный проект, серьезное дело. Я съездила в Россию и поняла, что я не хочу заниматься вот этим вот извращенством. На одной сотке там пытаться выращивать какие-то сорта. Не хочу. Я хочу по-большому. Поэтому собираю урожай последний и больше все я сюда не прихожу. Картошку я собирать не буду. У меня болит нога. Как вы помните, у меня сломался палец маленький на ноге. В общем, картошка остается в земле. Помидоры я забираю. И больше на этот участок я не прихожу. Нога у меня, палец болит еще. Я кое-как хромаю. Поэтому покопать никак не получится мне. Не страшно. Я куплю все сорта заново. Это абсолютно никакая не проблема. Да, жалко. Но вот так получилось. Я не хочу себя насиловать. Не хочу перетруждаться. Этот весь садовое огородничество у меня как хобби. Поэтому вот так вот. Как я говорила, что хочу купить велосипеды для того, чтобы нам сейчас кататься с ребятами где-то недалеко от дома. Или может быть далеко от дома. Посмотрим. Сразу все не влазит, конечно, в машину. Машина маленькая у Максима Сергеевича. Вот купили один хороший велосипед для Мишин. По-моему, в этой коробке Мишин. Также купили шлем. Какие-то запчасти взяли в магазине. В общем, все, что нужно для такого-то развлечения. Также взяли такую вот карету для принцессы Агафьи. Но она в сложном виде. Надо будет ее разобрать. Вернее, собрать. Хорошая очень вещь. Мы когда-то снимали, когда путешествовали, снимали велосипеды, чтобы покататься. Вот с такой вот тележкой. А также я решила в этом году собрать свои семена огурцов. Я уже как-то собирала. Мне, в принципе, понравилось. Этот огурец вообще-то белый. Называется White Wonder. Белое удивление. Ну, вот он не совсем белый. Он теперь желтый, потому что это старый огурец. Висел он до последнего на кусте. Я думаю, уже пришло время его собрать. Семян с одного огурца очень много. Ковыряю его вот так вот. Легко они очень выходят. Ну, то есть они созревшие, уже отделяются от самой этой плоти. Легко очень выходят. Вообще, свои семена это здорово. Потому что вот у нас здесь в Британии, скажем, где-то 5-10 семечек огурца может стоить 2,5 фунта. Ну, согласитесь, это как бы дороговато. Дороговато и они не всегда хорошего качества. Не то, что там кто-то тебе мухлюет старые семена, подкладывает в упаковку. Но просто всегда свои семена, они более свежие. Поэтому я решила собрать хороший очень сорт. Не знаю, перепылился он или не перепылился. Посмотрим, как он перепылился или нет. Потому что были другие сорта. Но по-любому свои семена. Это здорово. Это классно. А тем более в наше непростое время, когда в любой момент могут нам включить локдаун. И магазины все будут закрыты. А если это будет сезон посадок, ну, можно остаться без огурцов. Ничего страшного. Как я говорю, у меня садоводство, мое садоводство на сегодняшний день, это просто хобби. Это просто подкормка моей семьи. Но все равно не хочется попасть в такую ситуацию. Поэтому я заготовлю свои семена огурца. Вкусный, сочный, небольшой огуречек. Называется White Wanda. Это старинный сорт. Ну, а сами, конечно, огурцы, вот эти вот старые, пойдут курам. Куры их очень любят. Посмотрите, сколько семян с одного огурца. Ну, это просто невообразимо. Особенно, если представить, что 5-10 семечек по 2,5 фунта. Ой, я даже боюсь посчитать, сколько здесь на тарелке фунтов лежит. Напишите в комментариях, а вы собираете семена своих огурцов, помидоров? Я это делаю каждый год. Помидоры у меня все из своих семян, кроме тех, которые сорта я хочу попробовать, так сказать. Новые докупаю. А так, в принципе, все помидоры у меня свои семена. Огурцы почти все свои. Вот, теперь еще будет White Wanda. Я его в прошлом году сажала, но не собирала семена. Да уж, семян у меня. Не на одну теплицу. Ну, в Англии у меня вообще-то огурцы растут не в теплице, поэтому урожай не очень большой, потому что им все-таки прохладно в Британии. Ну, если хорошее лето будет, так нормально. Но у нас хорошего лета не бывает. У нас и зимы-то не бывает плохой. Но и лето не очень. Но остальное идет, конечно, курам. Курушки, конечно, будут довольны. Такой вкусняшки. Курушки, яиц очень мало. Ну и на этом спасибо. Зимой, конечно, поменьше яиц, чем летом. Собачки мои греются на солнышке. Это их обычное занятие. Сидят, балдеют на своей подстилочке и греются последним, так сказать, теплым солнышком в этом году. Возвращаясь к семенам, выливаю их на ситечко. Эту процедуру не обязательно проделывать. И промываю. Абсолютно не обязательно делать. Прекрасно они и без этого обойдутся. Я выкладываю на толстую бумагу. Пробовала выкладывать на туалетную бумагу, но когда они высыхают, они прилипают к этой бумаге и их отодрать очень-очень сложно. Поэтому я выкладываю на вот такую толстую бумагу для рисования. Как я поняла, промывать их абсолютно не обязательно. Вот эта вот слизь, которая остается, она нормально высыхает и семечки абсолютно легко отколупываются. Никаких проблем нет. Распределяю их по бумаге и даю им высохнуть 2-3-4 дня. Высохнуть они должны абсолютно совсем. То есть полностью, чтобы не получилось так, что недосохшие семена положить в упаковку. Вот так вот я их и заготавливаю. Прямо на этом листке пишу название огурца, чтобы не забыть, хотя он у меня один. Все остальные семена я уже заготовила, но все равно. Прошло несколько дней. 2-3-4, точно не скажу. Они высохли полностью. Посмотрите, как они легко отдираются. Я это делаю одной рукой. Одной рукой держу телефон, поэтому мне не очень удобно. Вообще они абсолютно легко отколупываются. Я даже не знаю, как это назвать. Просто проводишь рукой, и они отваливаются. И вот эта слизь абсолютно не мешает. Она также засохла прекрасно. В общем, отковыриваю семена. Посмотрите, как много их у меня получилось. Вообще просто богатство. Семечка к семечке. Все такие красивые. Ну, на этом все. Мое видео подходит к концу. Собачки ложатся спать на свое место. Кто-то писал в комментариях, что у них слишком маленькое место для собачек. Но они вот так вот, видите, калачиком сворачиваются. И одна, и вторая собачка. Они, в общем, ложатся спать. Я заканчиваю свое видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Смотрите, как Альма себе вылизывает. Как кошка прям, правда? Калачиком спит и вылизывается. Ладно, все. Я со всеми прощаюсь. Надеюсь, вам мое видео понравилось. На прощание показываю вам замечательных собачек своих. Альму и Милку. Спрашивали Альме сколько лет? Альме 10 лет. Все. На этом точно я заканчиваю. Всем пока. Собачки ложатся спать, свернувшись калачиком. И мы тоже ложимся спать. Но у вас, наверное, утро. Потому что я выпускаю свое видео утром. Всем пока. До новых встреч. С вами была Надежда. Увидимся в следующем видео.